Образование городского детского эколого-биологического центра. Сегодня я хочу представить для вас свой мастер-класс по авторской программе «Профессии в экологии, биологии и химии». Определение качества пищевых продуктов, знакомство с профессией, эксперт качества пищевой продукции. Обычно на этих занятиях вначале я провожу опрос для детей. Давайте мы с вами постараемся ответить на эти вопросы. Как вы думаете, что означает слово «профессия»? Как вы думаете, что означает слово «профессия»? Специальность. Это специальность. Еще у кого-то род занятий. Это род занятий, верно. Это работа, да. Правильно, коллеги. Слово «профессия» происходит от латинского слова «profession» и означает свое дело. С течением времени многие профессии утратят свою актуальность, а то и вовсе исчезнут с поля деятельности человека. В документе, который называется «Единый тариф на полификационный справочник», занесено более 40 тысяч профессий. Так, к 2030 году планируется появление ряда профессий будущего. Это, например, в биологии такие профессии, как сети фермер, ГМО-агроном, архитектор живых систем, водный эколог, эко-проповедник. На занятиях я знакомлю ребят с атмосом новых профессий. Зная свои профессиональные, свои интересы и знания, можно определить тип профессии, которые подходят именно вам. Давайте проведем анкетирование и ответим на вопросы анкеты. Перед вами лежат анкеты по профориентации. Попрошу внимательно прочитать вопросы. И если вы согласны с данным утверждением, поставить знак «плюс» — это будет означать 1 балл. Если вы не согласны, знак «минус» — это будет означать 0 баллов. Спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует... Коллеги, закончили? Давайте приведем результаты анкетирования. У кого получилось 10 баллов? Есть такие у нас? У кого 10 баллов? Вы относитесь к тему человек-природа. Вам подходят такие профессии, как биолог, зоолог, микробиолог. Есть у нас такие? У кого до 9 баллов? Так, так, хорошо. Вы относитесь к тему человек-техника. Вам подходят такие профессии, как литейщик, фрезеровщик. Хорошо. Есть у нас такие? У кого 5 баллов получилось? Хорошо. Вы относитесь к тему человек-знаковая система. Вам подходят такие профессии, как бухгалтер, математик. Так, ну и последнее. Есть такие у кого 4 баллов? Ух, 4 баллов. 4 баллов, так, хорошо. Вы относитесь к тему человек-художественный образ. Вам подходят такие профессии, как литература, ветер, писатель. Вы, конечно же, коллеги, уже определены со своими профессиями. Но вот мы убедились, правильно ли вы выбрали свой жизненный битер. О, как же это? Да. А сегодня я предлагаю вам испытать себя в роли эксперта качества пищевой продукции. Истребли-башкиры в своем чаепитии использовали молоко, чай и мед. Но, придя в магазин, мы видим огромный ассортимент данной продукции. Согласны со мной? Огромный ассортимент. И порой не знаем, что же выбрать. Давайте сегодня проведем исследование качества чая, молока и меда, наиболее часто употребляемых в нашем городе, так скажем. Работаем мы с вами по группам. Первая опытная группа у нас будет исследовать качество пакетированного чая. Это образцы марок Гринфилд, Тесс, Майский. Вторая опытная группа у нас исследует качество видов меда, приобретенного у пчеловода, в магазине, а также на рынке. И третья опытная группа у нас исследует качество молока. Молоко торговой марки «Мирская», молоко «Молочный фермер» и молоко марки «Просто молоко». Вот такое пастеризованное просто молоко. У вас, уважаемые коллеги, на рабочих местах лежат инструктивные карточки, с помощью которых вы последовательно выполняете эксперименты. Прошу внимательно прочитать инструкцию. И затем, после проведения опытов, каждая группа у нас оглашает свои результаты. Если что-то непонятно, я подхожу, делаю миски. Короче, разрезаем, наливаем. Сейчас прошу по мискам, к слову. Это у нас, подождите, у нас проснут. Четвертый. Это у нас коробия. Ну и коробия еще не детская. Просто молоко. Давай, давай, здесь все как-нибудь. Блани мы родим. И разберем. Мы можем на стаканчик подписать? Да, подписать можете, да. Спасибо. 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 . Какой марки чая оказался наиболее качественным? Так. У нас были представлены марки чая «Майс», «Кос» и «Кринбол». «Майский чай», «Кос» к «Корринбол». «Майский чай». «Майский чай» темнее чем … «Самым светлым» оказался ТЭС». «Майский чай» и «Гринфилд» самый темный чай. Вывод, там, где есть искусственный краситель, изменение окраски не произойдет. Получается, в Гринфилд это более качественное? Да, в Гринфилд более качественное. Да, в Гринфилд. Все верно, больше. Так, ну и скажите, что вы увидели в электронном микроскопе? В присутствии каких-то образцов, частиц каких-то увидели при рассмотрении? В Гринфилде есть крупинки такие белые, это как бы эфирные масла, потому что здесь есть бергамот. Ну, ароматизатор, скорее всего, ароматизатор. Кусочки фрукта, скорее всего. Ну, здесь не фрукты, здесь масла, скорее всего, потому что они крануланы. Если бы кусочки были, они бы были кристаллитные, ну, такие вот, не ровные формы, а это прям как-то скатается. Так, спасибо, первая опытная группа. И слово предоставляется последней третьей группе. Так, образец какой-то марки молока в электронном микроскопе? Ну, вот есть такой момент, что у молока немножко все-таки размер уровня жирности. Молок родил. Да. Номер один оказался менее жирным, что выражено и в цвете, и в вкусе. То есть у него самый такой выраженный белый цвет, и вкус такой наименее выраженный из всех молочных вкусов, так скажем. Наиболее выраженный жир оказался и у вот этого образца, как оказалось, по крайней мере, вне. Вот. Смысл эксперимента состоит в том, что если наше молоко разбавляют водой, то, соответственно, скорость образования химических хлопьев возникает чуточку позже. Так как мы брали малое количество, немножко тут укрепулили, соответственно, порции, и выяснилось, что у нас молоко номер три, которое обладает одной из самых большей жирностью, она выпадает в осадок несколько позже, чем все остальные. По идее эксперимента это говорит о том, что вы его разбавляли в воду. Угу. Угу. То есть если детишка была выраженная, напомню, остальных, которые были мгновенные, а с ней пришлось чуть-чуть подождать. Хорошо. Угу. Итак. Угу. 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 Спасибо большое. Вот мы выяснили, какие образцы продуктированного чая, меда и молока следует покупать. Я надеюсь, мой мастер-класс был вам полезен. Вы используете данные медодики на своих занятиях, потому что все опыты выполняются легко, не требуют больших затрат реактивов. Можно смело проводить эти занятия в своих объединениях. Мне было очень приятно сегодня с вами работать. И в завершении нашей встречи я хочу для вас представить вот такие комментарии. Всем спасибо большое за работу. Спасибо. 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 Спасибо.